недавно мне подарили вот такой коньяк но не в смысле подарили и сказали на вот тебе дядя ваня пей получай удовольствие нет мне сказали слушай мне недавно подарил это уже тот человек мне в свою очередь говорил мне недавно подарили вот какое-то странное как-то он сказал пойло не пойло не помню но в общем к это нелицеприятное слово и говорит как-то я открывать его не хочу может и обзор на него снимешь я говорю конечно давай сниму в чем проблема при ближайшем рассмотрении оказывается что это не что иное как сараджишвили изготовитель а о сараджишвили город тбилиси проспект или проезд сараджишвили дом 4 грузия коньяк картвели 5 звезд изготовлен в неповторимом грузинском стиле используя классическую французскую технологию как интересно и так некий коньяк от сараджишвили я полез на сайт там о нем ни слова начал смотреть в интернете что это за картвели 5 такой и нашел сайт некой а горы а гора как у них там написано короче это продавец который поставляет в россию нет не поставляет в россию ну в том числе поставляет в россию разные напитки а также по их заказам делают линейки специальные и российские производители и как я понимаю это вот такая вот типа что-то нижней линейки у сараджишвили для спец поставок в россию какая-то тайная линейка которая возможно производитель слегка стыдится и тут в голове всплыл очень похожий случай столь же крутой и знаменитый закавказский производитель коньяков я возьму на себя смелость и даже скажу что более крутой и знаменитый кавказ за кавказский производитель коньяков это арарат и их линейка айк такая же тайная за ее точно так же нет на сайте и она вот есть магазинах и там можно прочитать что это еказе то есть ереванский конечный завод тот самый который производит арарат и больше никакой информации и разумеется я захотел их сравнить тайные линейки двух великих закавказских производителей еказе и сараджишвили линейки которых производители возможно стыдятся ну почему их нет на сайтах да может они для кого-то делают и этот кто-то запретил ну да может быть у них просто на них нет прав да да тоже вариант давайте нальем и пока коньяк дышит будем обсуждать дизайн я думаю нам нужны резиночки и так приготовление оконченной приступаем к открытию сразу бросается в глаза что тут фольговый колпачок сверху одет в отличие от прозрачной термоусадки у еказе и конечно это гораздо солиднее солиднее пробуем открыть ну точно фольговый вроде фольгу пробка или без пробки без пробки да такой здоровый прям вот прям уважение причем когда он отдельно от этой бутылки он смотрится даже красиво в плане дизайна когда же он на бутылки бутылка классическая такая вот французская в ска да вот по дизайну но столь перегруженная некрасивая этикетка она вот какая-то нагруженная нагруженная тут на трех языках надписи причем они не дублируются а тут вот идет начинается вот одно слово там разлито в грузии потом product of georgia кстати это дублируется картвели написано латиницей грузинский коньяк кириллицей потом что-то по-грузински traditions of georgia причем тут georgia открываем пробка из крошки но не брендированная просто черная как у даниэля бужу армянский товарищ открывается легко это просто выкидывается нам на память не остается чудесного фольгового колпачка кстати и так тоже пробка из крошки тоже не брендированная просто бронзовый пластик по дизайну армянского товарища ну тоже еще тот правда бутылка я бы сказал классическая армянская но этикетка очень такое что-то вот ужасное причем у них недавно произошел редизайн и этикетка стала белая и она стала еще хуже арарат все знают этикетку арарат красивая к ней вообще никаких вопросов тут это что такое может они специально делают что под их верхней линейки которые есть на сайте смотрелись выигрышно а эти вот какие-то такие уродцы может сараджишвили тоже очень неплохие этикетки да у них с дизайном тоже полный порядок а вот это но убожество какой мне шею так и отдали что типа чудо за херня как бы на и человеке даже открывать не захотел забирай кстати по цене вот этот я построил ваша не стоит 687 рублей то есть немало немало он стоит а вот это в магните обычно стоит в районе 500 и соответственно в коньячный день его можно купить за минимальную розничную цену 433 рубля же цвет вообще одинаковый вообще правильно что резиночки отдельно янтарь крепкий зеленый чай такие ассоциации начнем с айка о это приятно это сладко карамельно цветочно по аромату кажется что он будет резким есть легкая такая спиртуозность помадно и рисочный цветочный аромат начинают выступать сухофрукты по аромату это то что ожидаешь открывая пятилетний армянский коньяк может быть даже тут маловато кураги многовато цветов я бы сказал для армянского коньяка этом аромат не особо интенсивный такой легкий но приятненький грузина ой я только хотел сказать изюм да изюм причем реально подбитый такой слегка подбродивший вот кулек изюма такой может он не досох и слегка вода так вот с какой-то бродинкой легкой вот изюм и бродинка есть немножечко сивушечки в аромате вот это бродинка она переходит в какой-то хлеб то есть вот такой квасной хлеб брожение вот квас ассоциация то есть изюм хлеб а ну да квас мне пока больше ничего не слышу тут это конечно куда хуже и проще то есть нормальный такой коньячишка вполне приятный по аромату это так кино зачесался от него да сивушная тема есть она цвет одинаковые давай с него и начнем да сладкий звонко жгучий такой приятной тонкой жгучестью растекается порту какой-то жиденький какой-то вот оп так нет тела в нем да он сладкий жгучий а вкус сладость как это жгучая сладость вспоминается какой-нибудь сладкое вино типа полусладкое дешевое вино белую компот ну да тут какой-то изюмчик и вроде изюмчик вот и все да вот какой-то винный вкус такой как бы вино но очень жидкая и очень крепкая в принципе запить какой-нибудь шашлык но будет нормально да запить шашлык ничего отталкивающего тут нет вот эти вот бродинки сивушки они очень легкие но такие для какого-нибудь осеннего шашлыка холодно более-менее костер но конечно но это даже на коньяк плохо похоже он очень жидкий водки тут никакой нет не 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 водки нет жидкие жидкие но он недалеко от чачи ушел очень недалеко чача с сахаром после вкусе сладкая горькая такая горчинка вылазит видимо сахарная тоже да конечно вообще и рядом не сараджишвили 5 сараджишвили 5 это хорошая пятилетка которая к слову ну стоит примерно также почему такой жидкий почему он такой вот какой-то как водичка при этом жгучесть спиртуозность у него ну ты понимаешь тут 40 есть тут все вот все нормально с 40 градусами но вот он такой жидкий жидкий вообще айк ну тут просто сложная композиция после вот этого нюхаешь и получаешь сложную коньячную композицию давайте пробовать что мне это напоминает мне это что-то очень напоминает абрикосовая корабель какая-то конфета такая типа коровки на на не карамель но при этом с абрикосом лайка фирменная абрикосовая тема да она в одиннадцатом было его тут тоже есть абрикосовая тема первое что ощущается после этого это густота его набираешь в рот и ощущаешь объем вот этот он как-то растекается как как водичка а тут что мне напоминать очень простой и очень такой навязчивый немного конфетный привкус старейшина 7 да у них там был старейшина 7 подозрительный да вот он тут но мне напоминают не то что он тут есть воспоминания всплыли о старейшине 7 такой вот слишком слишком это какая-то конфетка она как бы вроде бы и вкусная но от коньяка ждешь точнее от коньяка не ждешь таких нарочитых конфет во вкусе короче сладенький приятненький конфетка он кстати мягче чем картвели можно девочкам подавать он вообще ну мягкий абсолютно тоже как бы на запивку шашлыка но гораздо вкуснее наслаждаться до чего тут думаваться не во что но остается какой-то вот абрикосовый конфетный привкус хочется водичкой запить потому что слишком сладко во рту да кажется что ты ел конфетку и у тебя слюни конфеты да 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 просто послевкусие какой-то сладкой конфеты я думаю будет очень хорошо такая сладкая конфетка так ну как жирненькому мяску когда после него берешь вот это и нюхаешь ну да так сразу бум такой вот кулек изюма перед тобой кинули после айка противники ну и изюма но он подпорченый он подбродил потом влазь до сивуха хлеб какие-то квасные темы абсолютно никакого тела после айка сразу он горче ощущается так конкретно горче после айка особенно слышно чача и он стал совсем невкусным вот дайка казалось что ну ладно сойдет с шашлыком а после айка кажется что фи ну во-первых чача сильно стала топорщиться отсюда после айка и ну да короче покупать не стоит по моему он айк есть за 687 рублей однозначно не стоит в принципе не стоит альтернатив много хороших если вам его подарили то ничего страшного под шашлычок пойдет а их же в принципе вкусный приятный аромат вообще мне понравился аромат легкий ненавязчивый цветочно-конфетный с легкими сухофруктами в куджи излишне навязчиво конфетный но в целом в аромате вообще приятный ну как бы однозначно айк вот будет у нас ближайшее застолье мы его с собой возьмем за минималку но вполне ну под закуску потому что это на перебивать то есть его вот хочется за есть запить шматок этого жирного мясца такого да и так из самых закромов был извлечен сараджишвили 5 будем сравнивать вот сразу дизайн вот это классный дизайн это красиво это очевидный аутсайдер я его даже как бы уже не хочу пробовать сараджишвили гораздо бледнее у сараджишвили я бы сказал благородный бледный цвет тут ну такой стандартный коньячный сараджишвили более спиртуозный и более резкий вот он сколько он уже стоит у нас я вот его сейчас сразу яших оба налил только что и этот сразу так ух айк слаже сладкий конфетный абрикосовый курага варенье абрикосы в разных видах в кураге в варенье и в конфетах сараджишвили в нем кстати тоже есть вот эта сивушная тема которая тут причем насколько я помню когда мы его открыли ее не было и она появилась недели через две появилась легкая такая сивушка и вот она тут так и есть с тех пор она тут именно нюансом а все остальное тут интересная композиция пожалуй у айка аромат проще да проще проще тут лак досочки какие-то благородные сладкий виноград такая дубовая хорошая благородная деревяшка пробуем не но он гораздо богаче чем айк да какие-то древесные бальзамные нотки сложные и самое главное что после айка ты думаешь как хорошо что нет этой долбанной сахарницы которую уронили в айка какая-то очень благородная приятная бархатистая терпкость более тонкие вкусы более интересные чем у айка и гораздо более интересные чем вот у картвели казалось бы да на одном заводе делают прикол в том что за цену вот этого и даже дешевле можно найти вот его совершили более разнообразный в нем есть терпкость в нем есть деревяшечка приятная перчено-кремовая легкая сладинка а тут вот эта конфета просто всеобъемлющие но это вообще какая-то жидкая чача изюм подбродивший жидкую чачу к шашлыку айк тоже к шашлыку а саджишвили так можно да саджишвили вполне можно так выпить конечно какие-то снобы скажут пятилетний коньяк так пить фи-фи-фи но у всех разные финансовые ситуации у нас скажем так жизнь была на очень разных уровнях и пятилетний коньяк не всегда бывает все можешь позволить поэтому вот эта штука которую можно просто вечерком попить с удовольствием и ничем не заедать самое главное отличие с раджишвили от обоих вот этих товарищей это то что его не хочется заесть или запить он оставляет приятное послевкусие без нарочитой сладости без какой-то горечи без сивухи хоть она изначально ощущается в нем но когда ты выпил некой сивухи не остается остается приятная такая терпкость коньячная именно что коньячная и это хорошо ну вообще-то я не хотел снимать контрольную пробу но потом монтируя видео обнаружил что я не огласил дату розлива писать вот это вот цифры вставлять так лень думаю да и все-таки еще раз перепробую и заодно оглашу дату розлива я помню что у них где-то очень очень близко 21 октября девятнадцатого года и 12 сентября девятнадцатого года где-то там рядышком соседних закавказских республиках были разлиты данные коньяки постараюсь не перепутать этого больше 0 он течет легче начнем с него сейчас пахнет вообще такой выдержанной виноградной водкой умягченный сахарком пробуем также жгуче и жидко а вот так поменялся тут появились вот эти вот дубовые брусочки напоминающие продукты домашнего коньякоделания скумбрия скумбрия да то есть деревяшка появилась но такая и во вкусе тоже вот появилась деревяшка ну а так отношение не поменялось по закуску оба и и и Субтитры создавал DimaTorzok